Самым ответственным и напряжённым временем для выпускников является вступительная кампания. В этом году по Брестской области было выдано более 12 600 пропусков для сдачи ЦТ. Однако 900 из них не использованы. Кто-то передумал, у других отпала необходимость. А для тех, кто не смог прийти по уважительным причинам, существуют так называемые резервные дни. Их всего три – 11, 13 и 15 июля. Это тестирование не для тех, кто проспал, не для тех, кто по каким-то причинам не успел в мае месяце пройти регистрацию. То есть при условии наличия регистрации на основной день, ребёнок мог попасть на резервный день. В этом году написать ЦТ в резервные дни изъявили желание 55 человек, тогда как в прошлом – порядка 80. Чаще всего пройти испытания в основные дни мешает болезнь, но бывают и другие не менее веские причины. Автобус Никиту Рубанова задержали на границе по пути в Беларусь. Но молодой человек поставил цель и решил использовать свой шанс – сдать математику в резервный день. Два года назад уже сдавал ЦТ, поступил в Польшу, там перешёл на заочное. Вот хочу поступить в политехнические, на экономические. Цены очень повысились на 40% на жильё, и поэтому я решил, что лучше перейти на заочное. Здесь второй диплом можно получить, почему нет. Процесс проверки документов и сдачи ЦТ в резервный день стандартный. Всё также строго. За пользование шпаргалками и гаджетами – немедленное удаление. А плюс в том, что людей в аудиториях гораздо меньше. Сдаю историю в Беларуси, почему в резервный день у меня, получается, такая была неделя, что я очень сильно заболела. Поэтому подставлять других людей, как бы не хочется тоже, чтобы они заразились. Поэтому прохожу резервный день. Буду поступать в Гродницкий государственный университет педагогический. Волноваться, но так, может, немножко волнения есть, что нужно получить больше результатов, чтобы поступить. Очень высокие баллы просто нужны. Я не выпускник этого года, уже работаю, и решил просто получить высшее образование, так как не было высшего образования. Сегодня буду сдавать русский язык в резервный день, потому что было с трудной командировки, не получалось. В основной день – сдать. Буду поступать, наверное, в Грецкий государственный технический университет. Училась я в колледже связи, буду поступать в Пушкина на юриста в резервный день, потому что была справка, была на подличном температурах. Не волнуюсь. В этой вступительной кампании самые популярные предметы для сдачи ЦТ – физика и английский, в то время как в предыдущие годы всегда лидировали русский и математика. На самом деле секрет прост. Теперь эти два предмета большинство абитуриентов выбрали для сдачи централизованного экзамена. Пиковую нагрузку по предметам, таким как русский язык, математика, она была снята в мае месяце за счет прохождения ребятами централизованного экзамена. Уже на централизованное тестирование пошли те ребята, которым нужен третий сертификат и, соответственно, те ребята, либо, соответственно, взрослые, которые перепоступают, повышают квалификацию, либо поступают в высшие учебные заведения и так далее. Сертификаты за резервный день можно будет получить с 20 июля. Есть одна особенность, на которую стоит обратить внимание целевикам. При получении сертификата абитуриент предъявляет паспорт и аттестат о среднем образовании. Особенно, так скажем, обращаю внимание целевикам. То есть целевики, они уже зачислены на университет, но некоторые приходят получать сертификат, им будет отказано, поскольку у них не будет аттестата на руках. Соответственно, так скажем, если нужен сертификат, еще раз повторюсь, идете в приемную комиссию, забираете аттестат, чтобы не обратили на это внимание. Нет аттестата, не будет сертификата. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.